но здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня у нас очередное наше отпорочное которое называется битва проектов вот и перед тем как мы перейдем непосредственно к самому мероприятию как всегда скажу пару слов для тех кто с нами первый раз для чего мы это проводим что мы тут делаем и так далее что делает вообще стартап стартап в общем так как и любой другой бизнес решает две проблемы первое для предпринимателя второе для инвесторов предпринимателям мы помогаем находить капитал для своих стартапов или другими словами для проектов которые вот только только начинается почему мы взяли за решение этой проблемы потому что на этом этапе к сожалению ни банки ни private equity фонды ни венчурные фонды денег стартапам не дают значит кто дает на этом этапе деньги значит на этом этапе деньги дают или бизнес ангел или сет фонды инкубаторы акселераторы которых в общем то в Украине не так уж и много мы занимаемся той частью и работаем с бизнес ангелами вот всяческим способом стараемся как бы там сделать так что бизнес ангелы инвестировали в украинские стартапы значит какую проблему мы решаем для инвесторов или другими словами для бизнес ангел бизнес ангел значит это частный инвестор если говорить о профиле обычно это бизнесмен который или уже не занимается бизнесом но сколотил определенное состояние или продолжает заниматься бизнесом но ищет для себя новые бизнес модели хочет расти и дальше на новых рынках так вот раньше ему приходилось единственно как можно было найти новый проект зачастую это просто что-то от знакомых узнавать что-то как бы там от друзей и так далее мы решили что стоило бы скажем так организовать такую биржу где бы инвесторы могли приходить и выбирать те проекты которые они считают наиболее перспективными в общем то так и появился стартап ЮАМ и так на сегодняшний день что у нас есть у нас есть в общем то сайт который мы называем биржа на котором уже зарегистрировалось более трех тысяч инициационных проектов также у нас там есть раздел по продаже бизнеса на котором тоже уже выставлены на продажу более полутора тысяч различных бизнесов раз в месяц мы проводим мероприятия вот отборочные так называемые где предприниматель может выступить рассказать вам свою идею если это уже проект рассказать о своем проекте вот и поискать инвестиции для своего проекта значит у нас есть эксперты которые голосуют и голосуют у нас зал я дальше расскажу почему немножко позже вот и по итогам мы выбираем победителей которые бесплатно у нас выступают в финале финал мы проводим раз в полгода один осенний один весенний вот на весенний осенний финал уже инвесторы собираются более целенаправленно почему потому что они знают что это будет уже не просто поток проектов это будет поток одобренных подготовленных проектов соответственно вот так таким образом мы помогаем инвестору тоже найти хорошие хорошие инвестиции вот для своего капитала значит немножко о том какие деньги можно искать в Украине да то есть есть заблуждение что вот можно иметь идею и найти там условно говоря сразу когда там миллион долларов гипотетически можно но я вам скажу что это проблематично не только в Украине но и в Америке то есть если мы говорим но у нас в общем то по сути дела мы можем разделить сейчас вот очень скажем так модно и перспективно считается инвестировать в IT стартап вот если мы говорим по IT отрасли то в общем то если у вас есть только идея обычно в Украине инвестора не дают больше чем несколько десятков тысяч долларов мы поставим ну за каким то исключением исключение всегда есть но я говорю общепринятую практику есть ежедневная работа если у вас есть уже какой то созданный прототип то есть у вас не просто как бы идея вы создали продукт этот продукт уже можно продавать потому что еще продажи не начались а если они начались то еще лучше то уже можно говорить о сотнях тысяч долларов если у вас уже есть растущий бизнес то еще более не менее денежным потоком можно говорить о миллионах поэтому не старайтесь когда у вас есть только идея попросить миллион никто в Украине с большой долей вероятностью вам не доверят эти миллионы долларов на этой стадии то есть надо доказать что вы как руководитель или вы как команда можете создавать продукт вы можете продавать если мы говорим о реальном секторе конечно же там немножко другие скажем так предпосылки то есть если на завод нужен миллион долларов то он нужен и без него никак не построят в общем то инвесторы это понимают но там немножко действует другие схемы структурирования сделок ну и это там не тема сегодняшнего выступления значит на что пару слов вот обращает внимание грамотный инвестор вот есть некоторые там пункты которые как бы он для себя учитывает как бы и и смотрит и анализирует фактически ваше сегодняшнее выступление будет где-то как-то соответствовать вот этим ну первое как бы инвестор пытается понять а есть ли проблема которую предприниматель ну собирается решить потому что некоторые придумают бизнесы основанные на проблемах которые не существуют или бывает такое что проблема есть но она не существенна вот есть прямая в общем то взаимосвязь чем существеннее тем лучше обычно получается бизнес соответственно вот инвестор погружаются в это и вы должны уметь рассказать о чем проблема у того клиента и как вы ее собираетесь решить второй пункт это как раз по решению бывает проблема есть но решить ее адекватно нельзя ну или не получается на сегодняшний день какие то же вещи встречаются вы должны показать адекватность своего решения проблема будет решена для клиента размер рынка бывает придумывают бизнесы но для таких маленьких сегментов рынка что в общем то бизнесы там хорошего не построят то есть очень узкая тематика или очень узкий сегмент рынка или очень маленькое количество клиентов которым это нужно инвестор это оценивает конкуренты ну в общем то наверное там один из таких тоже важных фондов потому что если вы собираетесь выходить в рынок в котором есть серьезная конкуренция то ваша маржа скорее всего в бизнесе будет невелика или конкуренты начнут со временем снижать как бы эту маржу потихоньку динпинхуя динпинхуя или на нашем языке называется комматифируя да а и единственный способ закрепиться на таком рынке это иметь дифференциаторы или преимущества или дифференциаторы то есть это условно говоря ваш ну что вы в своем бизнесе будете делать по-другому и как вы будете отличаться от этих других бизнесов и что вам позволит закрепиться в сознании покупателя в общем-то ну вот спозиционироваться по-другому то есть инвестор на это обращает внимание а если у вас есть какие-то преимущества которые вас защищают от конкурентов то это еще там пару плюсов в общем то для инвесторов потому что он понимает что или технологическое или маркетинговое преимущество какое-то или еще какое-то изобретение да которое может там помочь вам защититься от ваших конкурентов так но по поводу команды я думаю вообще наверное в общем то все знают многие из инвесторов вообще в каком то смысле смотрят даже не на идею а на команду есть такая категория если у вас хорошая сильная команда бывает что дают деньги даже просто под команду потому что идея обычно претерпевает свои изменения в процессе и скажем так если вы одиночка это не то чтобы вам не дадут денег но это минус то есть соответственно если вы уходите сюда выступать вдвоем втроем и видно что у вас есть команда ненаемные сотрудники именно команда акционеров которые будут гнать участие в бизнесе это плюс ну финансы вы должны хоть что то понимать финансах приблизительно понимать сколько денег вы будете зарабатывать сколько из них достанется инвесторам это иногда сложно посчитать посчитать в этих проектах потому что в интернет проектах там очень много переменных которые не посчитываются ну и предложение инвесторов смотрите какие бывают ошибки давайте сейчас сделаем паузу пока все рассягутся по пути я не знаю как это все не Спасибо. 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 получать или продать через какое то время если оценка сильно завышена зачастую конечно же они не понимают у меня есть идея мне нужно 200 тысяч долларов 10 процентов с наценку 2 миллиона долларов инвестора возникают разные конечно если это так знаете бизнес наподобие 2 миллиарда сегодня но как это понять общее такое вот то что я говорю о оценке для украины что касается эти проекты пока вырастает идея ищите десятки тысяч долларов пока вырастает и прототипа и начало продаж можете искать сотни если у вас уже есть бизнес который растет можете искать миллион и и в общем то здесь остановимся немножко на презентациях сегодня буквально на в в м в в в в в в и в в в в в в в в вы будете смотреть, как выступают другие предприниматели, и насколько разница одно выступление от другого. Вот обратите внимание, и вы сегодня, ну вот, если даже сегодня у вас там не получится хорошего выступления, ничего страшного, надо готовиться к выступлению перед инвестором. Оно должно быть коротким, четким, первое выступление, оно не должно занимать много времени, потому что обычный инвестор не любит долго слушать первый раз о каком-то проекте. Вот поэтому, вот у нас формат, мы дальше, я тоже не буду останавливаться. Подробно, значит, у нас сегодня формат какой? Три минуты выступления, три минуты на вопросы от экспертов, и 30 секунд где-то я буду брать, ну, давать какие-то советы и комментарии от себя, так как я каждый день в этом нахожусь. Можно подумать, что три минуты, в общем-то, это очень мало времени. Поверьте, три минуты это очень много, на самом деле. Потому что там, в Соединенных Штатах, в Силиконовой долине, есть форматы, которые предполагают одну минуту на воскресенье. Мы за одну минуту должны уметь донести мысль до инвестора. Если он не понял, это очень плохо. Кто-то я не понял, здесь. Великий сказал, что если вам не смогли в одном предложении объяснить суть бизнеса, скорее всего, в этот бизнес не стоит рассматривать для инвестиций. Поэтому три минуты выступления, три минуты вопроса, еще там 30 секунд, там, три минуты комментарии. Значит, у нас сегодня будут вас оценивать, две группы это эксперты, их представит Лена, и зал. Победители по каждому голосованию бесплатно выступают у нас в финале, там, в наших мероприятиях, в финале битвы проекта. Соответственно, завтра у нас будет опубликованная эти результаты на сайте, наверное, где-то после обеда, после отработки голосов. Вот эксперты проще посчитать, зал немножко сложнее. По моему опыту могу сказать, вот вы, когда будете на свои результаты голосования смотреть, зачастую они разняются. Вот эксперты так проголосовали, а вот зал проголосовал по-другому. По моему опыту зал больше голосует как потребители продукта, то есть как ваши клиенты в каком-то смысле. Эксперты зачастую больше голосуют как инвесторы. Так что, вот когда будете смотреть результаты, можно встретить интерпретацию. В общем-то, наверное, на сегодня у меня все. Я тогда передаю слова Ленин. Она представит экспертный совет и все это начнем.